Возможности и практические действия сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций были наглядно продемонстрированы участникам Всероссийского совещания. Сначала все могли познакомиться не только современной, но и техникой старого поколения, которая до сих пор на ходу. Например, этот пожарный автонасос 1932 года, пусть уже и не боевой, зато на парады выезжает. Но самое интересное для зрителей началось, когда они заняли свои места на трибуне. На возникновение различных аварий, стихийных бедствий и катастроф отреагировали все специалисты МЧС. В акватории Меретинского аборта развернулись масштабные тактики специального учения. Тушение пожаров, ликвидация последствий разлива химически опасных веществ и спасение людей – это лишь части операции, которые могут единовременно совершить спасательные службы. Пока одни силы, задействованные в устранении пожаров гостиницы, над небом и в море, развернулось целое представление. Оказать помощь пострадавшим в результате крушения судна и возгорания катера спешит авиация МЧС. Самолёт-амфибия, не имеющий зарубежных аналогов, производит забор воды. Вертолёт Ка-32 спускает на воду катер, в который десантируется экипаж. С борта другого вертолёта высаживается аэромобильная спасательная группировка. В это же время происходят условные ДТП, в результате которых один автомобиль загорается, а другой падает в воду. Для ведения разведки и ликвидации возгораний задействованы и робототехнические комплексы. В целом в учениях были продемонстрированы возможности 8 воздушных судов, свыше 80 единиц техники, 18 плавсредств и более 300 спасателей, пилотов и пожарных. Сочинский гарнизон пожарной охраны был представлен 18 единицами техники и 140 специалистами. Я здесь отвечал из пяти этапов за два. Это ликвидация ДТП и тушение гостиничного комплекса. Я, если честно, сам получил огромное удовольствие. Я работал. Очень приятно работать на учениях, чем на пожаре, на самом деле на боевом. Я получил удовольствие. Я рад, что всё прошло без травм, без нарушения техники безопасности. Потушили в то время, которое нам отводилось. Люди похлопали нам. Я рад. Спасибо. Самым главным условием для спасателей является не только умение качественно выполнять поставленные задачи, максимально помогать людям и свести к минимуму последствия ЧС, но и суметь сохранить своё здоровье и жизнь. Эти факторы в ходе учений спасателями были выполнены. Могу сказать только одно. Требования безопасности мы не допустили. Все элементы мы выполнили. Где-то были шероховатости, но мы над этим будем дальше работать. Помимо порта, сценарии чрезвычайных ситуаций отрабатывались ещё на нескольких точках. Учения прошли за 40 минут и стали самыми масштабными за последние несколько лет.